Начинающие фермеры и сельхозкооперативы получат грантовую поддержку из бюджета округа. При поддержке Департамента экономики и финансов Неницкого округа профильное ведомство проводит конкурс по предоставлению грантов «Агростартап», в рамках которого фермерские хозяйства могут получить до 3 миллионов рублей, а члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов – до 4 миллионов. Предприниматель из поселка Красное Денис Васильев открыл свое дело два года назад. Молодой человек тогда решил, что построит теплицу и будет выращивать огурцы. Для этой цели он обратился в Центр поддержки предпринимательства Неницкого округа, чтобы воспользоваться грантовой поддержкой начинающим предпринимателям. Огурцы местного производства сразу стали пользоваться спросом. Свою продукцию Денис реализовывает через магазин колхоза «Харп» в планах строительства второй теплицы. Мы вот как раз хотим туда дальше вторую теплицу устанавливать. Пока это с материалом туговато, сейчас материал будет, да, и это на вторую теплицу уже как бы есть часть материала, так вот. А на основании вот еще, сейчас основание подыщем материал. Несмотря на возможность получить грант снова, справляться Денис теперь намерен своими силами. Программы выдачи агрогрантов позволяют предпринимателям обзавестись хозяйством, выйти на новый уровень развития, стать конкурентным в своей сфере хозяйствования. На средства гранта можно приобрести животных, технику, земельные участки, сельскохозяйственного назначения, а также построить складские помещения и подключить их к инженерным сетям. Для этого необходимо поднять участие в конкурсе грантов «Агростартап». Есть целый порядок, который предусматривает, что нужно сделать. Это надо первое – подать заявление, написать план, как хотят развиваться, представить ряд документов и поучаствовать в конкурсе. Конкурс у нас, последний прием заявок – это 16 сентября. Преимущество отдается молочному производству, животноводству и овощеводству. Система бальная, то есть по каждой заявке будет рассматриваться комиссия, которую я возглавляю, кто что написал. Сначала по процедуре будет рассмотрено, допускать или не допускать, а потом на основании полученных баллов будет победитель. Максимальная сумма гранта – 3 миллиона рублей. При этом финансовую поддержку можно получить, если крестьянско-фермерское хозяйство имеет 10% собственных средств от суммы гранта. Обязуется трудоустроить одного или двух работников. Планирует использовать средства гранта за полтора года и работать на рынке труда не менее пяти лет. Конкурс проводится при поддержке Департамента экономики и финансов региона. А за необходимой помощью можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства Ниньского округа. На сегодняшний момент желающие уже есть. Пока заявок мы не принимали, еще не поступило. Но в Центр развития бизнеса есть так называемый Центр компетенции, где человек рассказывает и объясняет, как правильно составить заявку для того, чтобы она была принята, рассмотрена и люди победили. Очень хотелось бы, чтобы фермеры, которые занимаются этим вопросом, поучаствовали, выиграли и продолжали свое развитие. Глава региона Александр Цибульский обратил особое внимание организаторов конкурса на необходимость привлечения к участию в нем и представителей коренных малочисленных народов Севера. В частности, представителей семейно-родовых общин, которые являются некоммерческими организациями и в силу своего правового статуса не могут принять участие в агро-стартапе. Есть возможность, допустим, семейно-родовые общины, которые есть, если они стали уверены на ноги и они чувствуют, что они могут, в принципе, уже изменить организационно-правовую форму и семейно-родовые общины, стать крестьянско-фермерским хозяйством, то, в принципе, они для этого агро-стартапа очень подходят, если уже руководители семейно-родовых общин созрели для этого и готовы принять решение, стать крестьянско-фермерским хозяйством и получить агро-стартап, то есть получить до трех миллионов средства. Семейно-родовые общины сегодня не просто занимаются производством, в основном это те, кто продолжает дело своих предков. Сейчас им, по словам Валентина Сганич, не хватает юридических знаний. Как только они выходят из зоны комфортности своего, то внешние вопросы, которые накладывают сегодня условия хозяйствования и требования для этих семейно-родовых общин, для руководителей семейно-членов семейно-родовых общин, это ведение маркетинга, менеджмента, ну вот таких, может быть, знаний недостаточно, может быть, нужно, чтобы какие-то другие структуры этим занимались. Тем не менее, семейно-родовые общины тоже смогут принять участие в конкурсе грантов в октябре этого года. Прием заявок стартует 30 сентября и будет направлен на обеспечение деятельности коренных малочисленных народов Севера.